Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Я попробую ответить вам на ваш вопрос. Хочу только предупредить, что мое мнение, так же, как и мнение тех, кто постарается ответить вам на вопрос, а мы ведь ошибочны, потому что человека описываете вы, вы это делаете субъективно, выставляя на показ одни черты человека и игнорируя другие черты, которые могли бы изменить картину происходящего. Поэтому хочу, чтобы вы просто имели в виду, что это не точно мнение. На мой взгляд, у человека есть склонность к истерии, то есть это истероидное поведение, вот. То есть я не стал бы говорить о комплексах, да, то есть то, что у человека есть комплекс, это безусловно, да, если человек без комплексов, он стал бы так всегда вести, вот. Но комплекс, ну на той комплекс, что это всегда конгломерация, это всегда сочетание, вот. Поэтому я предпочитаю называть какие-то определенные вещи, да, например, человек истерует. В том смысле, что стоит вам показать свое превосходство, да, над ней, в чем-то. То есть как-то вот принизить ее, и она сразу очень негативно реагирует на это. Вот. Истероидное поведение характерицуется болезненным стремлением ко вниманию. То есть человек отчаянно нуждается во внимании, отчаянно нуждается в том, чтобы его заметили, чтобы его увидели, оценили и так далее. Можно сказать, в некотором смысле это человек-нацисс, занимается самолюбованием, вот. Но это не точно, это не точно. Дальше. Человек, вот, из того, что вы описываете, да, является, является собой анальный тип, на мой взгляд, анальный тип личности. Этот человек, который может скрывать свои чувства, скрывать свои эмоции, выражать свое отношение к, ну, к другим людям или к чему-то еще, ехидно, желчно. Человек склонен к игнорированию. То есть может игнорировать, может не общаться, может не разговаривать. Вот. То есть человек удерживает, удерживает в себе свои собственные эмоции. Никогда не признает, что ее что-то задело, никогда не признает, что ей плохо, никогда не признает, что она не права. Это все анальный тип личности. Анальный тип личности. Ну и комплексы, соответственно, вытекает из этого, да, что, значит, человек не считает, что ее эмоции можно и нужно кому-то показывать. Вот. Человек, человек недолюблен, не принимает сам себя до конца, обесценивает сам себя. Вот. Ага. И, соответственно, защитная реакция у него, это вот, ехидство, желчь, игнорирование. Вот. Чего сам и страдает. Часто у таких людей повышенное давление, но это, опять же, все индивидуально. В некотором смысле, мне кажется, что человек является анжой в том, что касается секса, например. А, потому что, совершенно очевидно, что человек, как минимум, читал какую-то литературу, вот. И практически, вот, в любых классических произведениях, да, есть система секса, вот, и тема насилия сексуального. Поэтому, тут, я думаю, что это просто нежелание замечать сексуальный контекст в тех произведениях, которые человек идеализирует. Вот. И, соответственно, комплекс здесь, это идеализация. Идеализация чего-либо абсолютная, идея идеализации чего-либо другого. Так все абсолютно. В некотором смысле мы имеем дело с таким взрослым ребенком. Вот. Это не покраслевший человек, вот, не прошедший все необходимые стадии зрелости. Ну, вот, и, комплекс, опять же, здесь, ну, я так думаю, комплекс, ээээ, «Эдипов» комплекс. Ну, тут нужно вот смотреть, да, либо «Эдипов», либо «Электро». Я почему-то думаю, что Эдипов комплекс, то есть папа у неё вот он, вот тот отец, который у неё в голове, отцовская фигура, анимус, он вот такой, такой строгий, такой отрицающий секс, воспринимающий секс как грязь, самоотверждающийся за счёт других людей. Но, возможно, и другая история, что комплекс электро, когда человек пытается конкурировать с мамой, возможно, что мама отрицала секс, и, возможно, что мама пыталась ему всегда заслужить, либо наоборот обесценивалась, вот. То есть тут очень много чего накладывать, вот. Я бы сказал, что у человека комплекс, знаете, какой, социальной значимости. То есть для него очень важно, вот, знаете, какой-то такой статус социальный, вот. И диплом, образование, это то, что для человека очень важно. и если, соответственно, социального статуса нет, да, вот, то, ну, такой человек, эээ, себя будет винить, как-то, эээ, что вот я не смог, что вот у меня, у меня, там, ну, что у меня чего-то нет, вот. А, значит, с точки зрения психологии, эээ, с точки зрения психологии, эээ, комплекс, эээ, это, значит, в первую очередь комплекс неполноценности, он такой глобальный комплекс, который характеризует всё, да, всё вообще. И, эээ, соответственно, существует, эээ, вот, у вашей, эээ, не знаю, как назвать, у объекта, у объекта нашего есть комплекс неполноценности, вот, либо эдипов, либо комплекс электры, вот. И, если честно, я думаю, у неё есть, эээ, комплекс сексуальности. Тут полный запрет вообще на сексуальность, полная, полная асексуальность, если угодно, вот. На мой взгляд, так. Существует ещё комплекс мужественности, вот, но говорить о том, насколько она мужественна, я не могу. Вот, по поводу того, а, значит, откуда и до чего они возникают обычно, комплексы, да? Все комплексы возникают либо в детстве, либо в результате неких травмирующих фактов, вот, травмирующих историй. Когда у человека меняется система представлений о, ну, о внешнем мире, вот. Кстати, я вспомнил, я вспомнил, что, эээ, очень подходит к вашему объекту в комплекс отличника. То есть, это вот, желание, эээ, всегда быть, ну, на 5. То есть, желание, вот, всегда, эээ, знать что-то на 5. Разбираться, эээ, в чём-то, на 5. И так далее. Вот. Мне, мне кажется, ну, мне кажется так. Вот. То есть, это вот такой, в некотором, в некотором смысле, да, это, эээ, инверсивный комплекс. Эээ, отличненько здесь. Вот. Эээ, в целом, сама идея, идея комплекса, на мой взгляд, является некорректной здесь, потому что, под комплексами, эээ, мы понимаем, эээ, очень многие вещи, да, вот, например, одержимость идеи, это комплекс, ну, к примеру, одержимость идеи, эээ, эээ, там, личная самокритичность, эээ, навязчивая мысль по поводу внешности, по поводу, эээ, своего собственного образа, это всё комплексы, но на плане этих комплексов, как бы, как-то, их нет. Эээ, точно, очень тоже важно понимать, поэтому здесь, эээ, умеешь не говорить не о комплексах каких-то, то есть каких-то, вот, таких хорисмативных историях, а именно о, эээ, о том, что он у человека является нерациональным, да, то есть откровенно нерациональным является то, что человек говорит в литературе отсутствует тема сексуального насилия, это откровенно нерационально, вот. И подобные мистические представления, они являются комплексами, по факту, потому что комплекс, это, совокупность, совокупность, эээ, аффектов, наложенных на рациональность, то есть когда-то был пережить некий аффект, вот, ага, и на основе этого аффекта были зафиксированы взгляды, но аффект нереальной жизни, да, аффект это просто призывание. А в реалии закрепились, аффект возникает мистические, то есть нереалистичные представления. Вот все нереалистичные представления вашего объекта являются, по сути, комплексом. Дальше, ааа, значит, то, что касается вашему дополнению. А, нет, еще, вы пишете подобное бахвальное выражение голоса и лица. Бахвальное, это, соответственно, нарцисс, желание унизить человека, нарцисс, нарциссический тип личности. А, значит, по поводу того, что вы написали в дополнении, тоже просто скажу, чтобы вы понимали. А, кстати, заключается в том, что действительно на радио, в прямых эфирах психологам звонят, отписывают ситуации, связанные с третьими лицами, и им хотя бы, в общем, так бы пытаются что-то сказать. Вот, это так. Но это не профессионально. А, в профессиональной психологии, в профессиональной психотерапии все индивидуально. Все индивидуально и очень лично. Очень лично. Поэтому то, что делают психологи на таких эфирах, они эксплуатируют психологическое знание, спекулируют на нем. Я сам в своей работе стараюсь не обсуждать третьих лиц, потому что это непрофессионально. То есть мы говорим не о том, что психологи делают, а о том, что профессионально и что непрофессионально. Иногда меня просят, я как бы делаю, да, я стараюсь, но я всегда ограничиваю себя в этом, не позволяю. Потому что это очень, как сказать, это очень плодородная почва для рассуждений, для видимости работы. Но именно создаётся видимость в работу. Знаете, видимость. На самом деле работа не идёт. Поэтому, как бы, то, что я сделал, да, вот то, что я ответил вам, то, что я рассказал, это непрофессионально. Я нарушаю этику тем, что так поступало, знаете. И для кого-то научить этику не важно, как, например, тем психологам, которые, вот, в эфирах звонят и описывают ситуацию. Для кого-то важно. Например, моему коллеге Кудрящёву Игорю Леонидовичу. Я в этом смысле придерживаюсь такой позиции, что в целом, да, в целом это недопустимо для профессионального психолога. Но в некоторых случаях, когда от клиента идёт прямой запрос на это, можно сделать. Но обязательно предупредите его, что это будет агронично, что это будет неточно. И не акцентировать на этом внимание. А в силу того, что вы достаточно всё-таки даёте запрос, я вам на него отвечаю. На ваш запрос. Вот. Не хотелось бы дизлайк получить за какой-то другой ответ, честно скажу. Вот. Надеюсь, что вы меня поняли. Надеюсь, что вы поняли мою мысль, которую я очень хотел донести вам. Вот. И надеюсь, что это будет полезно. На этом всё. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи!